Доброе утро, дорогие друзья! Я очень рада, что по субботам мы тоже собираемся, но меньшим составом. И, пожалуйста, давайте проверим микрофон. В чате мне поставьте от 1 до 10, как вы меня слышите. Отлично, слышно хорошо. Значит, еще раз доброе утро. Вот у меня есть такой счетчик времени. До Нового года осталось 23 дня, 13 часов, 29 минут, 24 секунды. С чем я нас и поздравляю. Давайте будем готовиться, давайте заряжаться новогодним настроением. Давайте уже начнем готовиться к Новому году. Итак, сегодня мы с вами пройдемся... Да, новички у нас есть сегодня здесь. Мы сегодня работаем еще по форме подписки и по автореспондеру. Скажите, пожалуйста, мне в чате единичку, кто первый раз сегодня на занятиях этой школы. Ой, как здорово, ребята, как здорово, как здорово, что мне сегодня придется совсем мало говорить, потому что вы уже все знаете. Так, может, мне совсем уже ничего не говорить тогда? Ну, хорошо, давайте сделаем так. Нет уж, нет уж, сказала Светлана, и Наталья поставила единицу. Наталья, спасибо. Вот считайте, что сегодня я для вас говорю, потому что девочки, Светлана, Лариса, Люба, Валентина, это ребята, которые знают сами все и знают, и ведут школы, и собаку съели, а вот ходим друг к другу, друг друга любим, друг друга поддерживаем, а учим новичков. Итак, делюсь с вами экраном. И сейчас вы видите мой автореспондер. Мы с вами закончили прошлое занятие на автореспондере. Ну, даже как-то боюсь спросить, все ли заряжали свой автореспондер. Здравствуйте, Садридин, ваше имя мне тоже знакомо, хотя я с вами никогда еще не общалась лично. Значит, по автореспондеру скажите, пожалуйста, вот если не считать Наталью, которая первый раз на занятиях, вернее, вот как раз-таки у Натальи я и спрашиваю, у вас есть вопросы по автореспондеру? Вы можете в чате написать, и тогда мы с вами по автореспондеру еще сейчас пройдемся. Ждем вопросы от Натальи. Ну, либо совсем Наталья еще у нас новичок, да, и совсем не знает, поэтому нет вопросов. Либо вопросов нет. Ну, вопросов не бывает в двух случаях. Вот это точно, сто процентов. Когда человек только пришел, и еще как губка впитывает всю информацию, да, тогда вопросов нет, потому что впитывает. Ага, сначала нужно. Или человек уже как бы нет вопросов, потому что все понял. Ну, с самого начала, Наталья, мы не будем, потому что это у нас третье занятие нашего цикла из шести занятий, и есть на Ютубе две записи, от третьего и шестого числа, где мы как раз вот с самого начала начинали говорить об автореспондере и нашей рекламной акции. Тексты писем. Ну, вот тексты писем тоже кто где, да, у нас вот так ведь копирайтер как бы в команде особо и не объявился в нашей команде спикеров, да, или я что-то пропустила, может быть. А пока все создается общими какими-то усилиями. Кто-то, кто-то у кого-то, значит, там тексты писем подсматривает, кто-то у кого-то берет какие-то фразы близкие, более ему, к его душе и сердцу. Но вот теперь посмотрите. Вот так выглядит страничка автореспондера. Здесь уже заряжено несколько рекламных акций. Есть активные и есть неактивные у нас, у меня рекламные компании. Вот, посмотрите, тут неактивные, потому что я их не доделала и не запустила в работу. Вот, например, я делала для партнеров из Amway компанию, так она у меня и не увидела жизни. Ну, что-то вот как-то не сложилось, да. Есть у меня вот такая компания рекламная. Это идет форма подписки с моего блога. Вау, инструменты для бизнеса. И посмотрите, здесь у меня заряжено 9 писем. И 109 писем уже отправилось по этому автореспондеру. И в очереди 0 писем. Это значит, что новых подписчиков нет. Все старые, кто подписался, все серию получили писем. И новых подписчиков у меня нет. Как только, если вот, например, сегодня кто-то пройдет на мой блог и подпишется ради интереса, для того, чтобы посмотреть, какие письма я рассылаю своим подписчикам вот именно из этой формы. Как только кто-то подпишется, вот здесь в очередь встанет то количество писем, сколько, ну, как бы 2-3, это будет означать, что 2-3 человека подписались на эту форму. Ссылку на блог я уже давала, но я повторю еще, обязательно повторю. Значит, ну что, сейчас вот никто у меня как бы не получает, не получает писем. Какие-то рассылки у меня остановлены. И нужно зарядить новые. Значит, как мы добавляем новую рекламную кампанию в наш автореспондер. Сейчас я сделаю так, чтобы мне было все видно. И вам тоже. Свет, ты уж извини, ты записываешь, но я тут перемещаю немножко экран, а то мне не видно. Вот так будет. Нет, будет вот так, чтобы я еще видела чат, что вы пишете в чате. Вот так, вот, все теперь поместилось. Как мы заряжаем новую рекламную кампанию в наш автореспондер? Посмотрите внимательно, у нас здесь есть такая команда, add a new campaign, добавить новую кампанию. И клик на эту команду, мы получаем вот такую форму для заполнения данных. Что мы здесь видим? Campaign name, имя компании. Ну, в компании это имеется в виду наша рекламная акция. То, что мы задумали и будем проводить по этой акции, серию, рассылку, серии писем. И мы в этом цикле уроков работаем с рекламной акцией для молодых мам. И вот я сейчас как бы и повторяю тогда все это для молодых мам. Мы сделали с вами форму подписки для мамочек и предлагаем им работу на дому. Значит, сайт воронка у нас уже готова. Группа в контакт-менеджере «Мама» у нас уже готова. Так, вот у нас есть группа. Если у кого-то группы в контакт-менеджере еще нет, то очень-очень посоветую, ходите на школу к Любови Логодюк. Значит, она очень хорошо проводит уроки по бэк-офису и объясняет все до каждой последней запятой. А я очень кратко. Группа в контакт-менеджере – это сердце нашего вообще бэк-офиса, сердце нашей работы, автоматизации нашего бизнеса. И организовывается, она такая маленькая, такая незаметненькая, и как-то вот так вот, ну, группа и группа, ну и группа. Организовывается она вот здесь, «Add Group», это «Add» – добавить, «Add Group», добавить группу, «Group Name», окно для ввода имени, и мы пишем здесь «Мама», «Save». Я «Save» делать не буду, потому что группа «Мама» у меня уже есть. Вы сделаете «Save». Вот она, группа «Мама». И теперь вот идем в автореспондер. Идем в автореспондер и организовываем новую компанию «Мама». Мы имя компании даем «Мама» и привязываем ее вот здесь. Вот здесь должна быть правильная связка. Ребята, кто не очень еще хорошо в автореспондере разбирается, вот очень внимательно вот здесь, именно в этом моменте, правильно привязать в группе «Мама». ищем в списке «Маму». Вот она, «Мама». Видите, как красивенько «Мама-мама», не запутаемся. И назначаем, кто, какие наши посетители, читатели будут получать письма. «Существующие» – это первая позиция, «Будущие» – вторая позиция, и «Существующие», и «Будущие». Так как в этой группе «Мама» у нас подписчиков еще нет, и сайт «Воронку» мы еще в жизни не запускали, и нигде не пиарили ее еще, поэтому в этой группе у нас нет подписчиков, мы делаем это для будущих подписчиков. Все. Здесь больше мы ничего уже не можем выбрать, поэтому сохраняем внесенные данные «Save Changes» и получаем вот такую форму, где мы можем еще раз себя проконтролировать, все ли мы здесь правильно сделали. Имя компании «Мама» привязано к группе «Мама». Значит, здесь есть два линка, «Edit», «Редактирование» и «Старт» этой компании. Пока не стартуем, потому что компании у нас нет, еще мы ее не создали, мы только шапочку компании создали. Как только мы зарядим какое-то количество писем, тогда, ребята, когда вы их перепроверите, не забудьте, пожалуйста, дать старт этой компании, потому что, ежели на эту кнопочку не кликнуть, все будет заряжено, все будет правильно сделано, но компания работать не будет, потому что она не запущена у нас. Вот статус у нее сейчас, но не стартованная, скажем так. И проверяем группу получателей, только будущее. И все. Дальше здесь на английском языке нам система описывает наши дальнейшие действия. Переводится с английского языка. Это как, ну, некоторая инструкция, как все-таки эту компанию создать. Для того, чтобы добавить задание в эту компанию, кликните на команду «Add a new task». Вот она, эта команда. Это переводится «Добавить новую задачу». Давайте будем добавлять новую задачу. Ну, здесь всем знакомая, очень хорошо знакомая форма нашего видео-имейла, ну, с некоторыми вариациями, да, но все-таки это автореспондер. Так вот, сейчас мы внимательно посмотрим, что это. Команда «Redirect». Эта команда переадресовывает пользователя после просмотра видео. Куда-то. Куда-куда направите вы сами. Вот сейчас, значит, для того, чтобы это перенаправление сделать, мы ставим галочку в этом чекбоксе. И по умолчанию система перенаправит нам нашего посетителя. Вот, ну, на мою первую страничку в компании iVauri, да, мы это еще и протестировать можем. Кнопочка «Тест» у нас здесь не зря рядом. Вот если сделать тест, вот нам показывает, куда нас перенаправила система. Нам сюда сейчас не надо, это просто был тест. Мы возвращаемся в автореспондер. Дальше смотрим. Через какое время уйдет первое письмо нашему подписчику. То есть для новичков, для новичков, компания, заряженная и запущенная в автореспондере, начинает свой отсчет работы с того момента, когда мы сделали старт. Вот сама рекламная компания с этого момента начинает работу. Но для каждого подписчика компания, автореспондер начинает рекламную компанию с того момента, когда он подписался. Подписался, через час пошли письма. Поэтому мы ставим здесь ноль дней, один час. И дальше сабжик, тема письма. Это то, что мы видим в письме, когда мы получаем письмо. Все мы подписывались на массу всевозможных рассылок, новичков уже в этом вряд ли можно найти сейчас в интернете. Вот, получите ваш подарок, если это о подарке письмо. Высылаю подробности. Ну, вот из автореспондера сколько можно заработать за 16 дней в компании Айвави. Вы получили видеопочту. То есть, есть какие-то заголовки. Вот у Ирины Багаевой, у нее шаблоны писем, у нее прям письма расписанные все, да. То есть, это можно взять для примера, кто совсем не знает, как зарядить. У Виктора Рогова рассылка есть, у него там письма тоже есть. Но вот такие стандартные рассылки, они очень, ну, как бы, стандартные, попроще скажу, очень стандартные. Если у нас в компании, там, скажем, 6 тысяч партнеров только у Влади, да, или уже больше, если все 6 тысяч партнеров зарядят одну и ту же рассылку и начнут по интернету ее там пулять во все стороны, налево, направо, то все люди, а всем же интересно, да, что-то может быть там еще интересненького. Вот представляете, разные сайты воронки, а подписка одна. Я вот подписалась, мне здесь что-то привлекло, здесь что-то привлекло, а письма начинают приходить от всех одинаковые. А не цепляет, вот не цепляет меня, ни это письмо не зацепило, ни это письмо не зацепило, одинаковые все. Поэтому все-таки вкладывайте душу в составление вот этих писем, вот этих писем, вот здесь немножечко совсем надо написать текст. Вкладывайте в душу, вкладывайте свои эмоции. Вот как на последней академии у Валюши Еленой и Инги Кравченко, Инга показывала свой результат, да, и она была очень счастлива, и мы все за нее порадовались, так вот я хочу порадоваться за партнера нашей команды, который сделал рассылку, где он сам начитывал тексты. Спокойным, тихим голосом, здравствуйте. Я просто не называю сейчас имен, потому что я же не знаю, хочет ли человек быть обнародованным или нет. Так вот он сделал рассылку, где заставочки были начитаны его голосом. Конечно, нужна душа. И схема, ну схема вот у Ирины Багаевой, у нее хорошая схема из 12 писем, и у Виттера Рогова хорошая схема из 12 писем. Вот там просто прописано, что зачем должно идти. Так вот на его рассылку со второго письма, сразу со второго же письма откликнулся человек. Что он написал? Он написал «зацепило». Зацепило душевность. И как-то там слово такое, ну вот что без вот… А-а-а, вот у нас тут… Вот слово было то, что без истерики было описано. Вот то, что вообще в компании, в нашей происходит. Спокойным, тихим голосом. Вот сейчас ребята ведут переписку. Чем это закончится? Ну, будет очень интересно. И если я буду знать результат, я на школе расскажу, конечно. Но я думаю, что закончится партнерство. Ребята запартнерятся, потому что они друг друга нашли. Это точно. Так вот, вкладываем душу. Я всегда призываю в шаблоны, в видео, в тексты, везде вкладываем душу. Потому что у нас так много в интернете и так много шаблонов, что это уже перестает работать. Может быть, оно еще немножко поработает, но перестает работать. И при этом я призываю вас, ребята, ну, не перестарайтесь с анимацией, да. Ну, я уже говорила, что только Новый год, только Новый год позволяет на шаблонах установить, ну, это на мой взгляд, установить на своих шаблонах массу анимаций, где все переливается, сверкает, пляшет, танцует и поет. А вообще шаблоны для бизнеса и для каких-то бизнес-предложений все-таки давайте немножечко построже. И придерживаемся того правила, что строгие линии и строгий дизайн – чистые линии. Вот так скажем. И кто был на одной из моих школ, помните, я давала совет, что если у вас нет своей концепции, вот как вот это все воплотить, пойдите в книжный киоск, купите стильный журнал, стильный, не рекламный. Ну, там какой-то вот возьмите, да, вот журнал полистайте, вот то, что вашей душе близко, это значит созвучие, это значит та реклама, которая будет в этом журнале, она будет близка вашей душе. Не с точки зрения «О, я хочу это купить», а с точки зрения «О, я хотел бы свою рекламную акцию», оформить вот в этом стиле. Поэтому, если своих идей нет, смотрите вокруг, смотрите на баннеры, которые развешаны там на улице, смотрите по телевидению рекламу. Опять-таки, не с точки зрения, что нам пытаются что-то втюхать, а с точки зрения, хотел бы ли я в своей рекламной кампании употребить такую фразу, такое слово, такой образ. Ведь мы же сами себе теперь рекламные маркетологи, рекламные отделы, копирайтеры, дизайнеры и так далее. Поэтому мера нужна во всём, не перебарщивайте, пожалуйста, и придерживайтесь, ну, вот каких-то там канонов. Каноны, а каноны, верстки и дизайна – это то, что, ну, как бы, это незаметно, это незаметно, когда всё сделано правильно. Вот что сейчас я хочу, чтобы вы услышали. Это, когда всё сделано правильно, оно гармонично, поэтому вы не задумывайтесь о том, что всё это сделано по канонам. Но если где-то какой-то ляп, вот тогда глаз сразу видит, о, а что, они не могли вот сюда подвинуть? О, ну здесь же надо было вот сдвинуть, понимаете? А здесь перекрывают вот это. То есть вот это уже ляпы, и глаз их видит. Когда вы смотрите на гармоничную рекламу всегда, то негармоничные вещи потом сразу-сразу они вылазят. И вы даже не знаете, как это называется, но вы точно знаете, что так нельзя делать. Итак, итак, это мы о душе, о своём творчестве немножко. Значит, написали текст. Нет, о тексте сейчас немножечко ещё. Смотрите, подписчики нам, ну, о теме письма. Вот, высылаю подробности. Значит, дальше. Подписчики наши, когда вводили свои данные в форму, нашу форму, да, подписки на наш сайт Воронку, они написали нам имя и свой e-mail. Вот, помните, какую фразу мы меняли на слова «ваше имя»? Помните, да, когда мы там долго-долго занимаемся с формой подписки, мы там, вот, first name, мы как раз меняем, вот этот first name, мы как раз меняем на слова «ваше имя». Ну, здесь-то эта конструкция нам служит для того, чтобы вот эту функциональную вещь поставить в текст письма. Здесь в списке есть ещё ластная им фамилия, это то, что мы выбираем. Это так, как мы обращаемся к своим подписчикам. Конечно, по имени. Это красиво, это правильно, это общепринято. Итак, для того, чтобы вот эту конструкцию в правильном виде вставить в письмо, мы кликаем на кнопочку «insert» «вставить». Клик. Это встало в текст письма. Посмотрите, это встало в двойных квадратных скобках. Эти двойные квадратные скобки, они функциональны. То есть, они в программе, это программный код, они выполняют своё действие. На место этого first name встанет имя человека автоматически, то есть, автореспондер подставит сюда имя. Дальше мы уже говорим о грамматике русского языка. Значит, допустим, любовь, запятая, потому что так нужно, по правилам русского языка, пробел, привет. Вот это правильно. Новичков в нашем автореспондерском деле выдаёт сразу то, что сюда ставят пробел, ребята. Когда это в письме, то тогда получается любовь, пробел, запятая, а некоторые ещё умудряются вот здесь пробел убрать. Ну, это уж совсем, ну, просто, как бы, совсем новичок. Давайте повышать свою экспертность, давайте пробелы ставить именно там, где нужно. Русский язык в школе мы все учили, от руки ручкой писали, поэтому мы никогда не делали пробела в рукописном тексте перед знаками припинания. Правда? Но после знака припинания всегда в обязательном порядке. И здесь маленький текст. Вы подписались на мою рассылку. Спасибо. Дальше приступаем к созданию видео-имейла. Это все знают, ну, кроме совсем новичков, поэтому всё равно говорю, я не знаю, какая аудитория сейчас здесь у меня. Я не вижу ваших глаз, не вижу ваших лиц, поэтому рассказываю, пою много раз об одном и том же. Дальше выбираем видео, то, которое у нас должно идти по плану нашей рекламной кампании первым. Выбор видео осуществляется, осуществляется команда себе. Клик по этой команде. Видео встало на своё место. Дальше мы можем ещё 4 видео присоединить в одном письме. Но я, например, этого никогда не делаю. Ну, потому что не стоит злоупотреблять вниманием своих читателей и зрителей. На самом-то деле информации очень много в интернете. Посмотреть 30-минутный ролик, а потом ещё какой-то один. Ну, мало у кого хватит терпения, на самом-то деле. Поэтому давайте будем краткими. Краткими, но содержательными. Ставим одно письмо, один видеоролик, и команда «Континью» продолжить. Так, видео встало на своё место. Далее мы выбираем шаблон. Ну, вот я выбираю шаблон «Мама». А, ну, конечно, я его сюда неправильно выбрала. Это шаблон был для формы подписки, поэтому «Cancel» — «Отменить». И выбираем какой-нибудь другой шаблон для мам. Шаблоны, которые мы создали сами, они у нас в категории «Custom», созданные на заказ, ну, созданные самими собой. Сейчас найдём что-нибудь с мамой. Ну вот, допустим, будущая мама у меня есть. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Оставьте меня от одного до десяти, как слышите меня. Хорошо, спасибо. Так, выбрали шаблончик. Вы думаете, я просто так спрашиваю, да? Пока кликают десяточки, я пью водичку, чтобы вы не слышали, как я её пью. Итак, «Континью» продолжить. Шаблон встал на своё место. И дальше подпись, да? Подпись, как мы знаем, по умолчанию у нас есть, по умолчанию подпись, та, что даёт нам компания с нашими данными регистрационными, которые мы регистрировали. И подписи есть те, которые мы уже сами создали там целую коллекцию, вот с кнопками социальных сетей и так далее, всё что угодно. Я оставлю сейчас подпись эту. Теперь у нас есть команда «Save and Close» «Сохранить и закрыть». И это наше первое письмо встаёт в очередь нашего автореспондера. Второе письмо мы создаём точно так же. Абсолютно точно так же. Единственное, что мы здесь ставим – один день, это же на следующий день письмо уже пойдёт, и ноль часов. Всё, всё то же самое сделали. «Save and Close» и наша, я сделаю «Cancel» – «Отменить» – это всё. И наша компания уже содержит два письма. Мы её создали, и давайте сделаем старт этой компании. Ну, нет, пока не будем старт этой компании, потому что группа «Мама» уже, возможно, у меня уже может быть рабочий, чтобы люди не получали абдукадабру, вот эту ученическую, да, не будем этого делать. Давайте посмотрим, вот, автореспондер, да, список всех рекламных компаний, которые у меня есть. Как выглядит вообще она изнутри, эта рекламная компания? Вот я вот эту открою – «Инструменты для бизнеса». То есть рекламную компанию можно редактировать на самом-то деле. всё, что вы создали, и не просто её можно редактировать, её нужно редактировать, причём её нужно даже, даже рекомендую, не запускать её в тот же день, когда вы её создали. Вы поспите, пожалуйста, ночь, утром встаньте и свеженьким глазом посмотрите, нет ли у вас ошибок. Ошибки могут вкрасться любые. Грамматические, технические ошибки, всё, что угодно, ну, от усталости, от замыленности глаза, поэтому свеженьким глазом утром всегда проверяйте свою работу и только после этого запускайте её в жизнь. Вот, посмотрите, там я не стала создавать серию писем, да, это для новичков, а здесь вот она, серия писем из девяти писем. Девятое письмо уйдёт на восьмой день, и вот тут тоже какая-то такая странная статистика, да, сколько, а, нет, очень даже не странная, то есть сколько писем отправлено и сколько писем прочитано. Вот, хорошо, посмотрим, да, вот как раз давайте и проследим статистику. Скорее всего подписалось 20 человек, потому что отправлено 20 писем. На следующий день отправлено 12 писем. Это значит, что 8 человек отписались от рассылки. На следующий день отправлено 11 писем. Это значит, что ещё один человек отписался от рассылки. И давайте посмотрим, значит, статистика просмотров этих писем. Из 20 писем было просмотрено 23 письма. Это значит, кто-то просмотрел письмо несколько раз. Дальше, из 12 просмотрено 4. Это тоже значит, что кто-то письмо просмотрел несколько раз. И так, да, а здесь из 11 уже даже не все смотрели, а только 6 человек. Здесь из 11 смотрело 9 человек, ну и так далее. А вот это письмо почему-то посмотрели, аж из 11 человек аж 23 раза посмотрели. Но, в общем, до конца рассылки добрались не все, только 3 человека. И результата этой рассылки нет. Но я думаю, это рассылка с блога, я думаю, что это партнёры подписывались для того, чтобы вот схему отправки писем посмотреть у меня. Так что я вам дам ссылку на блог, подписывайтесь, смотрите, если вам это подойдёт. Можете сюда, можете брать, я никогда, я не жалею поделиться своими знаниями, вы же знаете. Так что и читайте по нескольку раз. Интересно, что же там за письмо было 23 раза прочитано. Надо будет посмотреть. Итак, значит, мы можем редактировать эту кампанию, и мы можем редактировать каждое письмо. Около каждого письма у нас есть карандашик. Это команда редактирования. Мы, войдя сюда, в этот карандашик, входим опять в своё письмо, где мы можем поменять всё на всё. Здесь мы можем поменять шаблон. Ну, это стандартно, да, заходим в шаблон, выбираем другой, он меняется. Здесь мы можем поменять видео, да, то видео убираем, автоматом оно не меняется, то есть его там надо сделать ремо в команду. Сейчас покажу. Входим в выбор видео. Вот сюда мы попадаем, да, для того, чтобы, если шаблон автоматом заменяется, то видео не меняется автоматом. Нужно это видео ремофф, переместить, а новое поставить привычной нам командой селек. И когда мы это сделали, тогда continue продолжить и save and close сохранить и закрыть, если всё остальное нас устраивает. Таким образом редактируются все письма, если вы нашли какие-то ошибки. Ну, и всё, тогда старт. Компания у нас уже стартована, мы её редактировали прямо в режиме активном, то есть не ставили на паузу. Редактировать можно как и стартованную кампанию, так и кампанию, которая на паузе стоит. Вот так, вот так, для новичков об автореспондере, технические моменты. Скажите, пожалуйста, Наталья, вот более-менее понятно, потому что вы потом в школу посмотрите предыдущий, вам совсем всё понятно станет. Вот новички, кто слушал и кто новички, хочу услышать от вас. Да. Ну, Лариса Зубарь, вы уж далеко у нас не новичок. Ребята, вот Наталья, кто единичку мне ставила, да, всё понятно, вот отлично, хорошо. Ну, а так как мы... И ещё одной Наталье всё понятно. Ну, хорошо, здорово, девочки. Значит, а так как я вам вообще-то обещала и социальные кнопки, и свою фотографию на визитку, да, то давайте перейдём к этой теме. С автореспондером пока закрыли тему на этом цикле занятий. С автореспондером у нас всё. То есть мы будем заниматься на этом цикле занятий уже другими вещами. Своим брендом. И ещё, наверное, всё-таки с вами и клавиатурой тоже позанимаемся, потому что вопросов много. Какие-то клавиатурные комбинации я вам покажу, потому что когда мы работаем с формой подписки, можно добавлять письмо, если компания запущена. Да, конечно, только, ну, то, как бы по смыслу, что оно после всех должно прийти. Единственное, что там как бы нужно последить, наверное, чтобы не было пробела у тех людей, которые уже подписались, если она давно запущена, то есть они серию получили, да, и тогда правильно смотрите будущие и настоящие подписчики. А ещё лучше, если вы не можете всего этого вычислить, то создайте рекламную кампанию из этого одного письма, вот из одного письма, на эту же группу. А, нет, там тоже может произойти путаница. Давайте сейчас... Ну, если вот она была вчера запущена, рекламная кампания, да, и последнее письмо ещё не ушло, то добавляйте смело, путаница не произойдёт. А вот если давно, тогда там нужно всё-таки продумать схему, как это сделать лучше, для того, чтобы у людей не получилась путаница с получением ваших писем, если давно запущена. Это... вот этой схемы чёткой у меня в голове ещё не сложилось, потому что я задумывалась над этим, но как-то там, если новую группу привязать, тогда эту же группу привязать, то там тоже мешанина получится. Там, возможно, нужно новую форму подписки им просто дать, призвать какую-то новую штучку дать им. Вот все, кто уже получил давно, да, вот смотрите, Людмила, вот так, наверное, скорее, все, кто уже получил давно, надо дать к этой группе ещё какое-то письмо, да, что давайте я вам вот предлагаю ещё что-то, и такой подарочек, а введите свои данные ещё раз, и тогда новую форму заведите ещё автореспондер из нескольких писем. А как включить подписанных до создания кампании? А, Садридин, вы тогда выбираете здесь вот группу подписчиков, ваших получателей, existing, настоящих, существующих и будущих. А они уже подписаны, эти были подписаны до создания кампании. Так, вопрос, подписаны куда? В эту группу уже были подписаны? Каким образом они у вас туда были подписаны? Садридин, хотите, я вам дам сейчас микрофон, чтобы вы задали вопрос? Без группы. Ага, без группы их надо перенести в эту группу, на которую вы заряжаете автореспондер, и сделать тогда вот этот выбор, существующие и будущие подписчики. А переносить вручную в контакт-менеджере. Контакт-менеджер. Ну вот у меня-то все по группам, к сожалению, там, как мне вам показать. Ну посмотрите. Ну вот, выбираем Ольгу, да? Вот она у меня тут стоит одна. Вот здесь ее можно редактировать. Видите? Вот это ее данные. Здесь тоже есть кнопочка edit, редактирование. Вот тут нам где-то... Ага, вот здесь, вот здесь. Видите, когда я кликнула на команду, вот ее данные, add email, то открылась группа, add group. То есть вы этот email должны в группу добавить. Люба Логодюк, скорее всего, об этом рассказывает на школе. Возможно, вы просто пропустили этот момент. Введите несколько своих адресов и поэкспериментируйте с этим. Понимаете, ребята, пока вы сами все своими руками в своем бэк-офисе не переместили 10 раз туда-сюда, вы не будете уверены в своих действиях, что же вы делаете. Всегда будете сомневаться. Поэтому вот переместите туда, переместите сюда. Ну, единственное, что не удаляйте, конечно. А вот поперемещать это да. Не удаляйте. Вот таким образом тогда вы можете добавить в группу, в ту, в которую вы хотите, к которой вы хотите привязать свой автореспондер. А вот с Людмилой там, да, с Людмилой, когда если уже давно компания прошла, то там надо подумать хорошенечко, что мы можем вашим подписчикам предложить. То ли новую сайт-воронку с новым предложением, то ли что-то еще. Кстати, Людмила, и вообще, ребят, очень удобный случай сейчас вообще на самом-то деле возобновить общение со своими подписчиками, которых мы не довели ни до куда. А Новый год на носу. Мы им просто можем сейчас предложить мастер-класс. Ну, вот, к примеру, мой мастер-класс мы можем им предложить, который я буду проводить 10-11 декабря в 19.00 по московскому времени. Каждый сам сделайте себе сайт-воронку, привяжите к своему бэк-офису, в своем бэк-офисе. Но ссылку дайте на меня. Мне все равно, чьих людей учить. Пусть они придут на мой мастер-класс, пусть они попадут в ваш бэк-офис. Ко мне придут мои люди, к вам придут ваши люди. Будет ли 10 человек на мастер-классе, или будет 100 человек на мастер-классе. Вот, пожалуйста, Людмила, сделайте, отправьте, и пусть они приходят ко мне на мастер-класс. А я дам ссылочку на блог, и там у меня... Ну, давайте вот ссылку на блог тогда дам. Так, а, здесь у меня этого анонса еще нет, но в любом случае он у меня будет. И на Ютубе у меня как раз там это уже все стоит, я вчера вечером вставила. Так, раз мы у меня на блоге сейчас находимся, то тогда еще небольшое объявление. На прошлой школе я его сделала, но не все поняли, где этот анонс искать. Я его вынесла сейчас на первую страницу, так как у меня очень много обращений по обучению, не только по инструментам нашего бизнеса, но и по брендированию, по блогам, по начальному обучению. Ребят, пожалуйста, почитайте вот этот анонс. Можно задавать вопросы в скайпе или в контактной форме. Здесь переход в контактную форму. Я на почту тогда получу эти письма. Ознакомьтесь с этим. И если есть интерес, то, пожалуйста, задавайте вопросы. Мы с вами все обговорим, потому что группы уже набираются потихонечку. И на Ютубе, на моем канале, я уже думаю, что уже многие партнеры подписаны. И Света может сейчас скинуть ссылку на мой Ютуб, если она этого не делала. То вот как раз там, последним моим видеописьмом, стоит приглашение на мастер-класс. Но пропишу еще тогда. 19, 11, 10, 11 декабря. 19, 0, 0, по Москве. Мастер-класс. Ссылку на мастер-класс я дам другую, потому что эта комната все-таки у меня техническая школа. Как войти на мастер-класс? Я занятий школы. И тогда там, ну там вся информация обычно. Так, давайте все-таки мы вернемся. Ну, уже много мы с вами не успеем сделать, но все-таки кнопки социальных сетей успеваем. Так, ловите, ребята, пожалуйста, файлик. Ловите файлик. Загружается сейчас. 8 кнопок социальных сетей. Он вам очень пригодится. Потому что сейчас мы будем его рассматривать. Сейчас верну чат на место, чтобы я видела вас. Так. Итак, вот вы получили от меня HTML-код. 8 кнопок социальных сетей. Это кнопки. Значит, первая кнопка у нас идет. Подписка на бесплатную видеопочту. Это наш файлик, да? Дальше идет Facebook. Дальше Twitter. Вконтакте. Google+. Mail.ru. Одноклассники. И канал на YouTube. Давайте мы сейчас с вами с этой формой здесь на земле поработаем, не идя в нашу форму подписки. в нашу подпись, там, где мы подписи меняем. Значит, смотрите, вот это HTML-код. Вот один блок, этот блок описывает одну кнопку. То, что выделено красным, это ссылка на мой ресурс. Посмотрите внимательно. Давайте я подожду, пока вы все у себя их откроете, эти файлики. И поставьте мне плюсики, если вы уже готовы. Так, вот это, наверное, всем мешает. Сейчас я закрою эту маленькую окошечку. Поставьте мне плюсики, что все готовы рассматривать этот HTML-код кнопок социальных сетей. Хорошо, 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 хорошо. Отлично. Ну вот, давайте выделяем глазками теперь блоки, да, блоки и что в блоке находится. То, что выделено красным, это ссылка на мой ресурс. Вот все, что здесь у нас выделено, надо очень аккуратно выделить, убрать и поставить свою ссылку. Как свою ссылку со своих ресурсов получать, я думаю, что вы знаете. Ну, открываете свой аккаунт, да, моя информация или там мой аккаунт, и в адресной строке в чистом виде получается ваша ссылочка. Вы ее копируете из адресной строки браузера и переносите аккуратненько сюда вместо моей ссылочки. Дальше. Посмотрите, вот сиреневым выделены цифры 32. Два раза. В каждом блоке есть две таких цифры 32. Это описаны размеры кнопки. Описаны размеры кнопки в пунктах или в пикселях. Скорее всего в пикселях, потому что вот дальше идет в контакте, и точно четко видно, что это в пикселях. Пиксель – это точка. Значит, высота и ширина, они у нас квадратненькие эти кнопочки, и это можно либо уменьшать, либо увеличивать. Мы сейчас с вами сделаем вот такую штуку. Доведем до очень большой разницы несколько кнопочек. Нашего вавика мы поставим 10 на 10, он будет у нас маленьким. Так, вторую кнопку на фейсбуке мы оставим в реальном размере, и третью кнопку мы сделаем прям вот 60 на 60. И сейчас я загружу это в подпись, чтобы посмотреть, что получилось. Ребята, вот здесь, когда вы редактируете HTML-код, здесь будьте, пожалуйста, очень аккуратны. Ну, вавики вторую 10, видимо, да, конечно. Первая 10, вторая 10. Так, смотрите, очень аккуратно. Почему? Потому что здесь вот все точки, все запятые, все кавычки, все скобки – это функциональные элементы и несут в себе рабочую нагрузку. Если мы что-то теряем, ломается код, и элементы выводятся неправильно. Поэтому, пожалуйста, вот очень четко, очень аккуратненько. Конечно, если что-то не получилось, да, если кто-то вот не очень опытный в редактировании, знаете, что сделаете? Сделайте копию себе вот с этого документа. То есть, сохранить как, да, даёте то же самое имя, вот оно называется, этот документ, 8HTML-код кнопки социальных сетей, и напишите там «Мое». Вот это уже именно ваше «Мое». Не то, что я вам дала, а то, над чем вы будете экспериментировать. И всё, если вы в этом файле, в файле «Мое» что-то сломали, выбрасывайте его, и не знаете, как починить, выбрасывайте его, даже больше не заморачивайтесь на нём, возвращайтесь к исходному документу, опять его переназывайте «Мое», и опять продолжайте упражняться. Доведите свой навык редактирования вот этого HTML-кода на земле, не в нашем вот бэк-офисе, доведите это до того результата, когда у вас будет получаться это легко. И только тогда вы всё это, ну, сохраняете изменения, копируете, я сейчас три кнопочки скопирую, которые мы видоизменяли, копируете, и пошли мы с вами в видео-имейл, сейчас редактировать подпись. Так, нам нужно создать какой-нибудь быстренько видео-имейльчик. Нет, знаете, я не буду создавать никакого видео-имейльчика, я из отчётов какой-нибудь уже готовый возьму. Вот, кстати, на мастер-класс могу ссылку дать прямо на мастер-класс, на своё приглашение. Можете что-то подобное там сотворять, вот точно, девочки и мальчики. Кто хочет пригласить своих потенциальных подписчиков на бесплатную почту, вот приглашайте. Ну вот давайте мы что-нибудь на ней сейчас сотворим. В принципе, всё равно, на чём творить. Мы берём вторую колонку «Ресент» переотправить, и вот здесь что-нибудь потворим сейчас. Потому что нам-то важно сейчас здесь просто поменять подпись. Идём в третью вкладочку «Подпись», клик по ней, и вот мы попали сюда, в редактор наших подписей. Я удаляю вот эти кнопки, все одинаковые. И переходя во вкладку «HTML», это HTML-редактор нашей подписи, я нахожу то место, куда я буду вставлять свои кнопки, видоизменённые. Переходим из вкладки «HTML» обратно, и что-то... А, ну конечно же, я же скопировала сначала кнопки, а потом скопировала ссылку вам на своё приглашение. Поэтому ещё раз возвращаюсь на документ, ещё раз его копирую, и иду во вкладочку «Подписи», редактор подписи, во вкладочку «HTML». Ну вот, будем сюда ставить. Поставили. Вот три кнопки сейчас у меня здесь встали. Вкладка «HTML». Вот они. Вот три кнопочки, видите? Помните, мы доводили до абсурда вавичек такой маленький, 10х10, такая кнопусечка. Потом обычно, ну вот обычно, то, что мы с вами делаем, 32х32 пикселя. И Twitter 60. 60х60. То есть, если вам нужно поставить в подпись только одну кнопку, вот вы хотите сакцентировать внимание на бесплатной подписке, ну вот и поставьте, вот и поставьте одну кнопочку нашего вавика. То есть, вот это всё. Возьмите вот этот исходник, да? Возьмите этот исходник. Сотрите всё остальное. Возьмите только блок HTML-кода, который описывает нашу ссылку на бесплатное приглашение почты. И поставьте здесь вот 70х70, да? И приглашаем на бесплатную почту. Ну тоже сохраните его под каким-то именем, скопируйте и пошли в редактирование подписей. Так, сейчас, секундочку. Вот мы в подписи. Ну вот. Это удалим. Ой. Что-то я... Во вкладочку HTML не забывайте переходить во вкладочку HTML, когда мы ставим коды HTML. Вот, ставим нашего вавика. Перешли из вкладки HTML. Видите? Всё. У нас только одна кнопка. Мы здесь можем... Выше кнопки мы можем написать призыв там «Подписывайтесь на бесплатную видеопочту». И клик по этой кнопке с нашего письма будет вести на нашу страничку с бесплатной подпиской. Можно не ставить все кнопки. Если у вас нет столько каналов, столько аккаунтов в социальных сетях, не ставьте те, которых у вас нет. Ставьте только свои. Ну, а тем временем продолжайте регистрироваться во всех социальных сетях, в которых только можно. И по мере готовности своего аккаунта добавляйте свою кнопочку сюда. То есть работайте вот с этим HTML-кодом. Так. Вот я вернула весь этот код на место. Значит, каким образом я вернула весь этот код на место? У нас есть волшебная клавиатурная комбинация «Ctrl-Z». Кто уже ходит на занятия, периодически от меня слышит об этих клавиатурных комбинациях. И «Ctrl-Z» это вот, знаете, вот ошиблись, что-то неправильно сделали, да. И начинающие пользователи компьютерные, они начинают в это время очень нервничать. Причем вот все как один очень нервничают. «Ой, что я сделал!» А вот не нервничайте. Дышите ровно. Потому что программисты вообще подумали, между прочим, за нас, простых пользователей, практически обо всем. «Сделали неправильный шаг?» Сделайте правильный шаг «Ctrl-Z». И он отменит ваш последний неправильный шаг. И у вас все будет на месте, и все будет правильно. Так. Запоминаем клавиатурные комбинации. Потихонечку они все останутся у вас в памяти, врежутся в вашу память. И вы легко и просто будете их использовать. Причем, чем больше мы работаем с клавиатурой, вот со всеми этими вещами, да, тем быстрее мы работаем. Потому что работать с клавиатурой быстрее, чем работать мышкой. Вот, поставили одного вайвика. Сделали «Окей». Вот наш вайвик стоит один сам себе на страничке. Ну и тут, допустим, призыв у нас есть. Подпишитесь на бесплатную видеопочту и поставьте вот сюда видео урок, как правильно подписаться на видеопочту. У нас есть у спикеров несколько удачных уроков. У меня есть урок. Есть у мальчишек, которые вообще делали это без звукового сопровождения, а просто стрелкой показывали под музыку сюда, 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 сюда. То есть уроки есть разные. Поэтому на ютубе, пожалуйста, по ютубке подписка на бесплатную видеопочту, найдите подходящий вам ролик. И можно вот таким образом своим знакомым, которым вы в реальной жизни не стали бы рассказывать о своём бизнесе и об этой почте, а пригласите вот таким образом. Новый год, прям удачный. У нас впереди такой праздник. Вот пошлите открыточку, сделайте. Напишите здесь. Ты тоже можешь это сделать. Подпишись на бесплатную видеопочту. То есть простор для деятельности. Вот только успевайте воплощать. И самое главное, чтобы вы хорошо понимали технически, как это делается. Когда вы точно знаете, что нужно сделать технически, тогда начинает работать творческая мысль. Потому что ежели, ну вот я бы хотел, но как же это сделать? Вот тогда точно, ну всё, подумал, подумал, помечтал, и на этом всё закончилось. Потому что, ну не знаю как. Ну а что же я буду мучиться, если я не знаю, как это сделать? Поэтому на школы надо ходить. Надо на школы ходить, на все школы ходить. По бэк-офису, по комнате конференции, потому что вы должны обучать своих партнёров, ниже стоящих. А кому-то приходится, да, такая ситуация сложилась сейчас в команде, кому-то приходится обучать и вышестоящих партнёров. Вот девочки просили консультации, как это делать, да. То есть учимся сами, учим других, вместе идём к успеху. Такой наш девиз. Ребят, вопросы ещё сегодня есть. К фотографии мы так сегодня и не перешли. Поэтому это в понедельник будет тогда. Есть вопросы по установке кнопок социальных сетей, по автореспондеру, по... Может быть, есть вопросы по... Вот мастер-классу. Да, горло у меня больное ещё пока. Так, скажите, пожалуйста, есть вопросы, ребят? Ура! Нету. Я так рада, когда нет вопросов и говорить больше не надо. Так, есть у Людмилы вопросы. Хорошо, Людмила. А вам микрофон даю тогда. Сейчас я выключу. А, нет, я пока не буду выключать. Пока с экрана. Вдруг у вас вопрос какой-то, который нужно объяснить. Не продвинемся, да. Потому что сегодня мы полурока говорили о том, о чём говорили вчера. А ссылку на блог... А я не дала её. Даю ссылку на блог. Так, Людмила, вам микрофон. Минуточку. Так, Людмила, микрофон у вас. Я могу говорить, да, добрый день. Наконец-то я могла попасть на вашу школу. Безумно рада. Вот. И хотела бы спросить, вот у вашей школы по субботам только вот в это время, да? И есть ли записи ваших школ, где можно посмотреть? Потому что у меня немножко страдает техническая часть. Вот. Ну, вот именно то, что вы сегодня показывали, только зашла, наконец-то прорвалась. Я думаю, что соображу. И вот в этом плане только вы показываете именно по субботам, потому что я работающая, и могу только в субботу прийти. То есть, регулярно по субботам у вас школы проходят, да? Слышно? Я переключала микрофоны, чтобы не фонило, чтобы не было жестких этих звуков. Сейчас, да. Значит, можно ли научить нас сделать скриншот видео на имейл, видео имейла на фейсбук, чтобы там была картинка, а не ссылка. Ирина, я за... Это я вчера делала первый раз. Я видео имейл снимала с экрана Камтазии, как вот учила Валентина Елена. И потом вот видеороликом и поставила на Ютуб. Кто умеет с Камтазией работать, тот разберется в этом без проблем. Так. Вот. Светлана так постоянно делает это здорово. Так, дальше, Людмила, я сейчас отвечу на ваш вопрос. Я вам выключила микрофон, чтобы не фонило. Школа проходит понедельник, четверг, 15.30 по Москве и в субботу 12.30 по Москве. Вот Валентина дала ссылку на командное расписание, там есть все школы. И на Ютубе... На Ютубе есть тоже почти все школы. А ссылку на блог давайте... Ой, ссылку на Ютуб давайте я потом дам вот в чате еще раз. Хорошо. Так, еще какие-то вопросы есть? Ну, похоже, что нет. Я выключаю тогда экран. И давайте большое вам спасибо, ребята. У меня еще сегодня предстоит большое... О, кстати, а что же я вам не рассказала, что сегодня у меня... Спасибо. У меня сегодня предстоит большое мероприятие. Я еще выступаю сегодня в международной онлайн-конференции. Нас 11 спикеров из разных стран. Такая бесплатная конференция. Мы даем сегодня как бы миллион возможностей к Новому году. Там и по открытию своего предпринимательского дела, и по электронным деньгам. Ребята, добавьтесь, пожалуйста, в скайп. Я вам дам ссылочку на это мероприятие в скайпе. Мое выступление где-то там примерно в 18.00 по Москве. И я сегодня там, на этом мероприятии, говорю не о технических инструментах нашей школы. Я говорю о семи полезных навыках, как быть здоровым без врачей и лекарств. Так что добавьтесь в скайп. И давайте я в скайпе тогда уже дам все ссылки. И пошла восстанавливать голос, мне же еще говорить. Все. Вас люблю, вам музыку спокойную, нежную, расслабляю. В общем, все до свидания.